Сегодня мы в гостях у Оксаны и будем снимать кулинарное видео про что? Про меди запеченные в духовке. Это простое блюдо, просила придумать сам простой рецепт, его может приготовить любая. Что требуется, какие ингредиенты кроме духовки? Миди естественно, оливка, масло натуральное и сыр. И духовка. Сколько времени зайдет в данный процесс? 10 минут максимум. Мы взяли простые меди замороженные в вакуумной упаковке. Дальневосточные местного производства, поэтому они такие небольшие по форме, но зато у них очень вкусная и большая Слушай, ну мне нравится. Не надо говорить, что они прям такие маленькие маленькие. Они хорошие. Ну да, такие неплохие, да? Я бы сказала. Я вижу, что некоторые створки раскрыты, некоторые открытые створки. Ну пустых нет, по-моему. Они уже разморозились, мы дали им. И самое важное, это вот их выложить на противень. Да, на противень. Да, на противень. И сырку сока. Я бы нажала в меди. Как? Ну, чтобы их сок тоже был. Ага. Чтобы сок выросли из пакета, его важно сюда тоже залить обратно. Ну вот я приготовила для вас, ну, настоящее оливковое масло из Турции. Без всяких ГМО. Будем им поливать просто. Соль, перец, лимонный сок, что-нибудь. Ничего не надо. Просто масло оливковое. Так щедренько льешь. Ну, стараемся. Оливковое масло прям не жалко. Я люблю оливковое масло хорошее. Какая красота. Оксана не видит то, что вижу я на экране, но это прям, как говорят местные, это прям бомба пушка. Я заранее включаю духовку. На сколько градусов? Ну, сейчас делаем на 180. Окей. Берем любой сыр. Грамм 100, да, примерно? Да. И потираем. А мне сказали вначале, миди это промыть уже нужно, да, было? Мы их промывали? Нет, они в вакуумной упаковке уже. Поэтому без разницы. А если берем свежие миди? Если свежие, конечно, их надо промывать. Не проточной водой, а желательно кипяченой. Понятно. Ты миди в упаковке уже готова к употреблению. Ну, и тот производитель. То есть мукопель получается как полуфабрикат. Да. Нам попроще. Да. А если бы мы их выловили, конечно, их надо обязательно промыть. Соль и перец мы точно ничего не добавляем. Ну, сыр соленый уже. Ага. И поэтому зачем? Ну, как бы, они уже получатся соленые. Можем просто поперчить по вкусу потом. Когда же будет готово. Да, когда будет готовым вилет, мне нужно будет... Ну, кто-то захочет их перчить. У них такой вкус классный получится. О, я уже проголодалась. Я уже хочу есть. Все, мы уже приготовили. Готовы к загрузке. Правильно? Угу. Ты у меня не в фокусе, у меня в фокусе только вот эта красота. Ой-ой-ой, упал магнит. Давай-давай, засох. Хочу есть уже. А вот наши дегустаторы сидят. Мы ждем. Ммм, смотрите как. Красота какая. Вот видите, они раскрылись. Значит, они готовы. Очень вкусные. Аромат какой. Аромат. Обалденный. Все, приятного вам аппетита. Угу. Там уже сзади люди сидят. Эльфы сидят есть. Говори. Мы снимаем пробу. Медей, которые были приготовлены в духовке. По оригинальному рецепту. По оригинальному рецепту медей кидают на пол. От страха, что их снимают. Еще раз, да? Не, нормально. Давай. Это курица. Еще раз, да? Нет. Как вам вкус? Готовилась? Очень вкусно. Ммм. Ты еще даже не растыл уже. Радуешься. Ммм. В воде. Еще раз снимать. Нет, не будем еще раз снимать. Все. Перо пробу сняли. Нормально. Ммм. Вкусно, короче. Очень. Ммм. Ну, Новый год надо так приготовить. Все. Приятного вам аппетита. Сегодня у этого человека, вот у этого человека день рождения. И мы собрались с девочками поздравить нашего мексиканского друга Салазарыча с днем рождения. Пока у нас тут небольшой апперитивчик с оливками. А потом будет все по-взрослому, да? Да. А пока мы любуемся вот таким вот видом. Я дальше не знаю, где я. Потому что всегда, когда я в России, невозможно, где я чувствую, что, окей, я в России. Но здесь все по-другому. Не знаю, как сказать. Просто абсолютно красиво. Я кайфую. Что ты чувствуешь? Расскажи твои ощущения в этот день. Как ты себя чувствуешь? Ты проснулся с хорошим настроением или ты проснулся усталый, потому что не спал всю ночь, а потом уже настроение у тебя появилось праздничное. Как ты себя чувствуешь? Сначала ночь я смог спать, потому что я просто думал, думал, думал. А жизнь, а что будет дальше. И потом я сказал себе, окей, Сергей, завтра у тебя день рождения, тебе надо быть готов. Когда я вставал, я везде устал, конечно, потому что не хорошо спал. Но сразу я сказал, эй, запомнишь, что день рождения сегодня? И давай, вставим. И у меня... Я просто не надеюсь, просто чувствую, что мне надо уехать и гулять и просто криковать. Ну, с днем рождения тебя, где чертука начинается. И я теперь здесь, в этом месте, где просто чувствую бомбу. Да, супер, да. Да, у меня нет слов. Как сказать... Как рад меня сегодня. Ну и спасибо. Потому что это все Иса. И спас. Спасибо очень. Пожалуйста. Вставай! 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 . . . Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok